всем привет меня зовут артем я строю дом в сочи каркасный год 21 цены взлетели сейчас начали кстати потихонечку уже снижаться вот и расскажу вам сегодня прогресс стройки что у нас не появилось и чуть-чуть расскажу вам просто что такое южный сервис то о чем как бы кто-то либо преувеличивает либо кто-то вообще замалчивает о том что такое и сервис на юге и так погнали кстати не обращайте внимание на футболку это последствия вакцинации вот так значит давайте и так давайте про прогресс ну самое главное у нас появилась стяжка на полу камера наводить вот стяжка на полу появилась мы уже немножко под замусорили вот такая бетонная стяжка сейчас я вставлю кадр о том как это делалось я постарался поснимать немножко давайте сейчас будем так вот так это значит выглядело приехала такая вот машина прицеп у там внутри стоит дизельный двигатель который перемешивает раствор и кончает мощный компрессор вот так значит оператор лопаткой насыпает на глаз песок плюс потом на глаз кидает цемент полтора где-то 75 килограмм на 0 9 куба замес и потом мощный компрессор у которого это уже предстоит по этому шлангу прокачивать раствор на дом дело в том что это полусухая стяжка поэтому здесь минимальное количество воды минимальное количество цемента такая технология вот по этому шлангу сюда подвесить самый главный косяк который был у меня появился вот технологии то что шланг очень сильно дергается он потом значит просто найти как будто здоровенный палка лопит по полу и он начал сносить крепежки с моего теплого пола начал расползаться я запарился потом ровнять подложил доски подложил еще что-то если бы они не предупредили я может быть какую-то фанеру положил или еще что-нибудь поэтому когда им нашел процесс выравнивание было тупо некогда снимать я спасал теплый пол а это завершающая стадия работы это называется вертолет он заглаживает пол и он получается как бы гладенький язык и затирает им упоры и получается прям на порядок лучше поверхность гладенькая хорошенько сейчас вам покажу как это выглядит вблизи вот видите значит это он прошел вертолетом здесь не прошел вот видите прямо видно вот переход есть гладенько закрыт упор здесь все пора открыт ну что я могу сказать про то как мне сделать стяжку стяжку сделали хорошо но это надо понимать по сочински то есть это значит что значит это значит то что сама стяжка получилась ровная она ровная прочная нормальная стяжка в основном вот но при этом не оставили гору песка и еще 100 килограмм цемента ну типа ты за это заплатил мы типа как бы ну рассчитали взяли запасом как бы вот и поэтому ну ты же заплатил вот и оставляй себе хорошо хоть помогли песок в мешке убрать за это хотя бы спасибо но вот такой как бы ненавязчивый сервис то есть на лишние две тысячи рублей мне строй материалов оставили которые в принципе в обычной ситуации мне ну были бы не нужны я конечно найду куда приспособить по крайней мере песок цемент не знаю чё с ним делать но такой ненавязчивый сочинский сервис и это мне еще повезло они всего лишь на все приехали на 3 дня позже чем обещали и сделали мы сделали по крайней мере стяжка нормально ровно вот за это хорошо вот это классно вот ну конечно чуть дороже чем обещали естественно сами понимаете если 2000 только переплачивать за материалы которые дороже ну в общем ну так вот давайте дальше посмотрим что у нас появилось но еще у нас наконец-то приехали окна я начал их вставлять вот появилась 1 мансардное окно вот значит что вам рассказать про окна ну окна сделано в краснодаре заказывали компании веки ну как бы это ненавязчивый краснодарский сервис давайте обратим внимание это стекло это вот только приехала стекло простояла два дня у нас она все грязных жирных пятнах с завода вы понимаете то есть тебе привозят окна которые нужно будет сразу же отмывать а а так как окна глухие с улицами доступа нету мне вот эту такую-то грязищу вот не на видно на камере не видно все это нужно отмывать до того как я начинаю делать монтаж ну блин ребята вот в бакане вот века тоже компания к делала окна красавчики привозит окна идеально чистые стерильные наци поставил следующий раз мы только через полгода когда они реально запачкаются вот если ты их не засрешь во время ремонта как бы ну хотя бы с размерами почти не промахнулись это уже хорошо то есть и ну и затянули тоже немножечко почти в почти в срок сделали как обещали поэтому как бы ну вот вот такая вот ситуация то есть как бы получается знаете то есть они получается вам делают то что обещают да но все равно какая-нибудь пакость остается какая-нибудь подля на так смотрим мои мансардные в кавычках окна то есть я взял просто обычный стеклопакет стену окна глухие под стеклопакет и вставил в окно у меня здесь сделан специальный профиль снаружи значит если делать буду следующий раз этот профиль сделаю снаружи гораздо шире хотя бы сантиметра на 4 чтобы у меня было свободнее то есть было место под пеном под все чтобы плотнее закрывала раму значит раму снизу вставил на силиконовый герметик приклеила к вот этому окладу жестянки и прикрутил на кровельные саморезы второе окно меня получилось аккуратнее сам металл меньше вот этого силикона везде торчит и мне там получилось сделать не прикручивая саморезами сверху это у меня получилось ну как бы так а также у нас теперь появился потолок вот как видите значит и здесь я сделал конструкцию пирог наоборот немножко у меня внутренняя часть пенопласт а внешняя часть минуат для чего я так сделал сделан для того чтобы но первых удобнее было делать а во вторых у меня вот вот под этим профилем там стык у меня там получается стык пенопласта и я вот четко все сам сам делал четко запенил и в стоит то есть как бы получается корка пенопластовая да то есть теплоизоляционная корка она вот и прям смыкается наверху то есть чтобы минимум было поддувание только естественная как бы какой-то выход пара через пенопласт но он довольно таки плотно поэтому я думаю будет все отлично также короче мы немножко поменяли в производителя пенопласта потому что тот пенопласт который в прошлый раз брал сейчас был недоступен пришлось покупать здесь на месте вот фасад эко вот и думал проверять его на горючий с ним не проверять но написано в упаковке что не горючий вот сейчас хочу попробовать насколько про два продажных производителя делают пенопласта разные плотности вы разный вес разгоняя за весами и проверим так вот я принес весы по нулям вот не остался последний лист на пенопласта и стопс и я уже правда на самом деле весел предварительно 636 37 грамм то есть в пересчете на кубы это с волшебным образом получается почему-то 13 килограмм на куб возможно я что-то неправильно понимаю можете что-то неправильно считаю 5 листов пенопласта в кубе 636 умножаем на 20 получается у нас 12 с копейками килограмм почему-то не 25 давайте проверим другого давайте смотрим на другого производителя которая написана фасад эко почему эко почему фасад вот в общем тоже тоже пенопласта явлены 25 плотности вот я уже если внимательные зрители заметите уже их подписал ну что я уже взвешивал просто для себя блин вес в общем то такой же плюс-минус один грамм но это точность весов как вы не не пугайтесь кстати весы это весы у меня не с кухни это у меня сельскохозяйственные весы которыми я пользуюсь когда взвешиваю всякие штуки для моих растений вот 620 как видите ли сам стоит все показываешь 120 ну если честно поэтому эко фасаду ну как бы были немножко нареканий некоторые листы пенопласта внутри прям крошится то есть наружу крайне по кругу хорошо а серединка какая-то слабенькая ну может мне показалось это просто несколько листов было блоки бракованы нос вы вес точно такой же да то есть вот заявлена такая же плотность 600 325 25 плотность как они называют да то есть а по факту это у нас получается не 25 килограмм на тонну на куб а 20 12 13 килограмм максимум с натяжкой 13 килограмм возможно возможно что то ним как бы ну там какой-то маркетинговый ход но тем не менее вот если вам нужно будет рассчитывать вес конструкции вот а еще у меня есть пенопласт который заявленная плотность 35 это он у меня для пола остались такие же листы вот это же уже он собственно взвесил но для вас еще раз покажу еще раз перепроверю вес 566 грамм 560 пускай будет при несложное вычисление получается у нас 18 килограмм на куб может там скопе 18 и 6 то есть как бы может надо как раз получается 35 то есть у нас получается если вам говорят что плотность 35 килограмм на куб то видимо это будет 18 может быть ну может у всех вот вы кто и кто с пенопластом связывался кто-нибудь из вас взвешивал проверял вот просто мне интересно я на всякий случай еще свяжусь наверно с хозяином завода который стопс и ну как бы с ними ближе контакт уже наладился и уточню у него это нормально так ты у всех так вот значит то есть я думаю в принципе пенопласта хороший просто ну как-то немножечко с маркетингом накрутили так что же еще вам рассказать у нас же стены мы покрасили снаружи сейчас пойду покажу и расскажу зачем вот такой вот короче прикольный цвет получается у нас объясню зачем мы все это сделали дело в том что сочи очень мощная влажность я не знаю каких других регионах но здесь несмотря на то что заявлено что влагостойкий он dv osb коробит пару дождей вот такие штуки слетают здесь вот видите взлетает вот я решил защитить от влаги защитить от влаги наш фасад хотя он будет потом закрываться обязательно будет закрываться еще декоративной доской будет защищен от прямой воды но на всякий случай защитить от влаги не помешает тем более ну как бы сейчас красивее будет значит цвет выбрал наш дизайнер даши к цвету я отношения не имею вот какой сказали таким покрасил значит краска обыкновенная pf 115 потому что эта краска она ну надежно работает она реально работает и если правильно покрасить то должно быть все отлично то есть надежный толстый слой нужно будете прикрасить еще надо на второй раз расход краски оказался даже в два раза выше чем я рассчитывал даже как бы ну и немножко запасом брал то есть я брал на два слоя покраски мне хватило только на один хорошо что осталось схватила сейчас надо еще 10 килограмм краски докупить чтобы покрасить второй раз значит вот значит пришел помощник с утра давайте значит поговорим про строителей значит какая мне значит получила ситуация из-за того что денег как бы не хватает чтобы оптимизировать расходы то есть чтобы сэкономить мне пришлось отказаться от профессиональных строителей но в сочи с ними беда ну вот в пользу так сказать новичков но хоть которые хотят обучиться как следствие у меня получилось текучка кадров то есть у меня раз два ну первых двух дебилов я не считаю раз два три 4 5 человек уже опять человек у меня уже работает работала всего шесть человек и получается блин хорошо рамиль красавчик он ну как бы разбираться с деревом с ним проблем было в наименьшее количество то есть с ним самое сложное было донести то что я придумал а в основном с ним было отлично остальных приходится обучать объяснять как бы туда-сюда все косячат за 7 нужно присматривать то есть ты постоянно за ними за 7 следишь вот ну и некоторые ребята нормально вот некоторые вот такие узнать вот вчера вот по работу все бросил все он герой он покрасил это у нас оскар ну вот блогер ютубер вы конечно прикольный парень старается все такое но опять же знаете вот смотрите вот эту стену мне два человека делала два дня вот эти вот профиля ну фиксим ладно один день они делали каждый каждый по полдня обычному обычному нормальному строителю который умеет пользоваться это на пару часов работы ничего волшебного нету просто нужно оптимально играть использовать время то есть это сразу на несколько нарезал несколько профилей сразу нарезал примерил воткнул прикрутил как бы все это приходит с опытом сознанием ребята старается ну блин реально вот каждый раз их учить надо каждый раз надо объяснять нужно это если честно немножечко уже под достала а самое главное что самую все ответственные моменты я не могу никому поручить приходится делать все самому то есть например утепление делали делал коля утепление пенопластом да ну вроде бы все ничего неплохо делает да ну блин вот пена нигде не пена и но не умеет человек пользоваться то есть он первый второй раз жизни может третий раз в жизни держит пистолет и как бы ему в голову не заложишь что когда ты видишь пенопласт да вот что нужно пенопласт пистолет обязательно нужно прижимать иначе получать вот такие вот пустоты в пене вот хорошо что сейчас у меня работает по полдня сергей он просто полдня в одном месте работает полдня у меня работает он ответственный взрослый человек который доделал меня оставит миновато в том числе исправлять все вот эти вот мелкие косяки о грехе поэтому я вам так скажу идея было отказаться от людей то есть короче и либо вы нанимаете людей которые нужно буду долго вас работать и занимайтесь их обучением тогда в этом есть смысл либо мучитесь как я поэтому короче вот не знаю что буду следующий раз делать со строителями ну надеюсь будет ситуация попроще так ну давайте сегодня мы с вами прощаемся кстати андрюшка вчера был день рождения ему исполнилось два годика кому два годика исполнилось андрюш я да андрюша у нас теперь большой пацан все всем пока так ребята psps забыл сказать у меня значит горе-горюшка произошло ударный шуруповерт видите я кнопку не убираю он глючит короче говоря ударный шуруповерт у меня стал глючить причин я думаю причина в том что у меня он несколько раз попадал под дождь мог здесь плюс еще большая влажность и видимо из-за этого накрылась контакты у кнопки я на это надеюсь значит связался я с продавцом этого шуруповерта на алиэкспресс помню выслал кнопку она стоила всего лишь 350 рублей как бы выслать сразу будем надеяться что это поможет что я правильно подиагностировал что-то сломалась кнопка а не электроника поэтому не знаю вот что было бы с нормальным с моим шуруповертом купленному в магазине в допустим в россии да там той же накид или еще что-нибудь таким нормальным да не знаю не было опыта попадание шуруповерта накид и под дождь но конкретно этот вот видите у меня накрылась кнопка не знаю будем смотреть приедет когда приедет кнопка поменяем посмотрим а так вот смотрите в принципе на каркас его хватило каркас я закончил то есть в принципе если вам нужен шуруповерт для одной стройки могу рекомендовать не только не бросайте под дождем начать хотя возможно это не из-за этого проблема поэтому имейте ввиду в принципе можно может быть на две стройки хватит если обращаться аккуратно бережно у меня обращаться бережно было некому у меня работает черти кто вот нагрузка была хорошая но он тем не менее справился с каркасом вот такие вот печальные новости все кто забыл подписаться подписывайтесь если у кого-то остались вопросы пишем комментарии кому-то интересно почему я с путиным на груди пишите в комментариях я обязательно отвечу